Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 973. События дня. Экклесиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. И во всякое дело Бог приведёт на суд. И всё тайное, хорошо ли оно или худо. Но это как объявление. О помощи оставшимся без матери четырём детям. Люди сказали, опубликуйте, кто-то помогать будет, находятся люди. Вот три ролика про это. Это какая-то подделка. Как хоронят её. Потом поминки. Есть у льей желание помощь оказывать? Просят адрес. И вот ответ. События дня. Это выходит, вчера была, среда. Мы решили пройти храмовый пруд. Малаканиши назывался. Заросший в дамбу, в мост, или как назвать. Невозможно. И всё это показали, сняли. Молочай. Вот там на полметра выше головы. И не знаем, как пройти туда. Попытки сделали. Наткнулись то прям в пруд, то влево. Где же проход-то туда? Тогда кое-как пробрался на платину. И оттуда уже дал сигнал держать на меня прямо. И батюшку попросили отца Акима взять эту жужжалку, я называю её, косит, косилка ручная, так перед собой водит её. И скосить на втором мостике, потому что там она пустила корни. Там едешь, не видать ничего. Да толстая, в палец большой. Вот, и на Рыжковском пруду, где думаю, что всё-таки сумеем бульдозер туда загнать, сдвинуть землю. На место прорыва пломбу поставили, сваи забили, а яма-то там, и весной может прорвать снова. А он пришёл на этот, на наш, и всё это снято будет. Снято было. А зимой я сказал, убрать все деревья, которые на стороне к воде. Бобры, стачивают бобры и замучили нас. Страшно просто. И деревья падают прямо в пруд, а пруд-то небольшой. Ну и они распилили там, как на чурке. Там в траве спотыкаешься, не пройти, ничего нету, но прорубились. Дали машину, самосвал. И как мы вывозим? Всё, вывозил за рулём был Еремия. Ерема зовут Ермак. 15 лет ему. Хорошо всё везде. Любую технику водит, а задних год совершенно не может. Никак. Он его не видит и не знает, а не чувствует машину в руках. Вчера мы бились, бились, и я пошёл и говорю, он задний ход не знает. Он пускай учится. Ну, учится на дамбе. Думаю, ой-ой-ой. Но он молодец тем, что не ломится. Полшага проедет и дальше выходит из машины, опять заглядывает под неё, как у него передние колёса стоят там. И прочее. Не видно. Ну, точность должна быть большая. Чуть ещё это там туда и другая. С двух сторон смерть фактически. Там метров пять. Обрыв с одной стороны, а с другой вода, озеро упадёт. Мы всё-таки вывезли, вывезли. И с Кострова, с Камагорихи, там какие были, вывозили чурки, точно так же пилили их, вывезли. И тут деревня ещё, пруд один, и от него. Это у нас ушло столько времени. И когда вывалили машину, машина полная здесь с шапкой. И там впереди-то, около сарая, стоит Сергея Павловича Пупкова машина. Как её вывезти? Вот как бы не заблокировали, так бы куча лежала. А они в это время, пока местные вывозили, поехали на борт. Борт сняли, тогда сняли, положили в сторону. Теперь надо за борт опять туда ехать. Борт вчетвером вытащили они. А я в это время стал размещать, куда же дрова-то девать-то здесь-то. Ну и как мы возили, дрова тоже засняли. А для чего снимаете? Для того, чтобы видели люди, как жить. Не просто так. Всё делается с молитвой, с благодарением Богу. И уже вечером, на днём-то, на Рыжковском, батюшка говорит, падает трава-то, мне негде видно, не видно, где косить. Поэтому поставили туда Виталий, он пошёл, Калиников. А потом батюшка один сам на машине поехал с косилкой своей на второй мостик. И не убрал там он ничего, у него сердце плохо. И едва, говорится, выбрался оттуда. Но мы тогда, я говорю, Сергей, а ты мог бы меня свозить, посмотри, ты убрать там что-то. Да, и машину-то разблокировали, давай возить, возить, и дрова-то из дороги убрали, куча завалена была. Ну и уехали, всё убрали, и надумали купаться. Я говорю, так охота искупаться, поехали на шлюз. Около шлюза этот, соединительный канал, и в нём в канале искупаемся. А он так идёт медленно, медленно по сантиметру, глубже, 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 и наконец, там метра три глубина. Год такой был, удачный, не прорвало, фактически, не считая Рыжковского пруда. Ну, удержалось, удержались где-то. Всё это убрали, вернулись, и заехали к отцу Акиму, и сказали ему, что мы убрали, не просто, чтобы он не беспокоился, а вечером, а днём я ещё зашёл на пруд, где у меня две маленькие мордушки стоят там просто, нарочечные, и вот это новое, зелёное такая, из сеточки, и сразу вытащил гальяна где-то килограмма четыре, и вечером надо чистить, а он, ну, мелкенький-мелкенький, по пять грамм, ну, пять сантиметров, пять грамм, ну, какая-то рыба-то, а вот, много её, Володя сразу русскую печь затопляет, протопит, чтобы тепло было, и сушим, и на зиму будет, можно подмешивать кошкам, давайте, и собачке там, или и самим даже, она как, получается, как табак нюхательный, такого цвета, это рыба-то рыба, а тут едем, и Алексей, а вот он говорил, вот и Игнатий, там то другое, из-за съёмки, он старообрядец, а его там жущат, как жущат, то есть давят, свои, они ничем не занимаются, и смотрят, и где он заходил, с нами молился в храме, в храме молился, в православном, то они его съедают, от причастия отлучить, причастием попы играют везде, не отлучу, от причастия, да нигде не написано, что если ты не присустишь, и человек погибнет, от него это не зависит, ну и поговорили, а потом он меня ещё встретил, я хотел послесловие ещё записать, ну готовь, запишем, по-хорошему, а то Игнатий сделал зло, да нет, это зло сделал, что ролик стоит, и там провели, и увидели, что он в храме молится, с нами, с нами это диканьяни, еретики, ну старобрядщица, свирепое общество такое, самое свирепое, каких я знаю только, ни митрополит, никто не может сказать, что можно вместе молиться, никак, его сразу сметут, это люди, которые их не знают, а мы-то живём с ними, они дома сидят, а другие подглядывают, только подглядывают, где кто там из старобрядцев, я-то их знаю, это моя родина, моё гнездо, с ними нельзя работать, если ты проповедник, или благовестник, где-то, это всё, капут тебе, ни под каким видом, сидит, сидит дома, всё, другим смотрят, вся проповедь у них такая, пальцем в кого-то ткнуть, сказать, ты еретик, переходи к нам, всё, больше ничего нету, и приобретение через смешанные браки, вот он старобрядец, она идёт здесь новую обрядку, как ни тяньянина зовут, православную-то, ну, там над ним и обрядцы, и тайцы, там нет никакого, вот она должна отрекаться от всех, уже она никогда не будет признавать Серафима Саровского, к старобряцам, кто переходит, никогда, а что Серафима Саровского кто-то признаёт, надо его оклеветать, что он недостоин почтения, что он умер, потому что курил папиросы, и от неосторожного пользования папиросы, загорелась у него там, вот такая бредня, я говорю, никогда у них Яна Кронштадтского не было, за 300 лет и не будет, это невозможно, они сами их съедают, уничтожают, я говорю, вспомните, епископа Михаила Канадского, Семёнова, что с ним было, экстраординарный профессор Санкт-Петербургской академии, перешёл к ним, до революции ещё, заели, довели до сумасшествия и погиб, не мог не причаститься, не проповедовать, и вот здесь уже в нашем столетии, ну, может быть, лет 10-15 было, нет, Семён Дурасов, священник, стал говорить, что я не требую от тем, кто переходит, а тех, кто переходит к старобрядцам, чтобы они там персы меняли по-другому, как кланяться, и там, они его смели, он полностью всё ушёл, и не от старобрядцев, а там, из священства вышло, они не терпят никакого инакомысля, нету, ужасно просто, вот интересно, у нас в Алтайской правде, это газета губернская, краевая, была большая статья с разверткой, с фотографиями, у злого человека голуби не водятся, у злого, и нет определителя другого, какой человек, это сразу бы узнать, а голуби, если голубей держат, вопрос отпадает, а злобе, или как, это люди интересны, у меня три голубя, три, и в городе у меня здесь, и даже в доме, вот и весь ответ, кто злобный, у старобрядцев нигде голубей нету, вообще нету, искали, искали, там три года, и наконец нашли в Красноярске, один держит голубей, так он пришел, так вам, с голубями, ну еще нибудь, там познакомился с кем-то, а она старобрядка, вот ты будешь в старобряде, я твоя буду, ну и все, значит, тогда, вот через это приобретают, а как, не так, что, или бывает, она приходит, выходит замуж, даже вот, такой случай у нас тут был, кажется, не раз даже, она старобрядка, и стала ходить, осеменилась, дети появились, все бросает опять к старобрядцам, почему мертвое, мертвую рыбу сносит обратно, старобрядчество, я называю, безразмерный полигон зарытых талантов, никому никак, на кулаки сразу драться там, и все время, где что, выпивши, пьют, пьют, это никак, ложь во спасение, ложь прославляется, конь, ложь во спасение, ложь во спасение, конь, это, я говорю, не понаслышке, у нас здесь они живут, и мы сами из этой среды, вот так, показать свои эти ресурсы, люблю эту систему, мой мир, легко переписываться здесь, у меня 21 тысяча фотографий, здесь, видео нельзя ставить, переносить здесь, потому что мы в деревне, и очень такая связь, не очень у меня тут, не просто планшета, большой компьютер, большой процессор, новый, и у меня легко, связь есть, но нельзя мне, никаким образом, там, по скайпу, только после 10 октября, далее, православный форум, вот у нас большой, 1600 тем, очень большой, огромный, канал, в свете Библии, 12 тысяч, роликов, богатый, богатейший, я такого не знаю, думаю, что в интернете больше нет, полностью выставляем по файлам, златоуст, 12 томов, златоусты, дальше проповеди, тысячи проповедей у меня есть, сегодня наблюдать, добротолюбие, это уже 213 ролик, Исаак, Сирин, сегодня у нас это жития святых, 12 томов, вот тут, повторяю, собрали, 5 августа, было, быть хозяином своего положения, вот тут, вывести ветки для костра, помощники, две собаки, Сергея, как на собаках, тут, и сразу 17, в другом месте ничего нет, ну и большой, православный, библейский сайт, во свете Библии, название такой иконы, как оформлено, крест какой, все чудесно, везде эпиграфы, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю, Псалом 118, 113, слово твое, светильник ноге моей, свет стезе моей, Псалом 118, 105, любовь к Библии, тут же фильмы про нас, 4124 ответа, насчитанные книги, ну, очень и очень богатый материал, такого в интернете, оно не просто книги, а 50 книг только моим голосом насчитано, Господь благословил, благодать Божия, это нельзя сделать одному, это невозможно, не просто это насчитать книги, а распространить по всей стране и за границей, это невозможно, Господь это все делает, для него легко, так что прошу помолиться, что на нас вот, напал тут человек один, чтобы не разрушили, Максим звать, помолились, вот, это прокурор района, о нем молиться надо, чтобы Господь обратил его на путь покаяния, пробудил совесть, где-то, вот так бывает, люди похвалятся, я вот сделаю, то-то уничтожу, ну и потом дальше уже делать, остановиться не может, у нас тут был один подполковник милиции, корешок хрена возьмет и на три литра спирту разводит, ну и по деревьям шляется, и хрипелся, у меня большие знакомства в городе, я много зла могу сделать вам, вот так, у него знакомство, а должность прокурора именно состоит в том, чтобы не облегчить страдания, а умножить, фактически-то так, для чего поддержит, поддержит какую сторону, обвинительную, человек захряснет в этом, засохнет, и потом он еще не будет, а это зловыборочно не бывает, это на семейную жизнь распространяется, на коллег, страшное дело, я знал одного прокурора, для меня он был, не одного даже знал, хорошие люди, это генерал-лейтенант, Поросткун Юрий Федорович, прокурор Тайского края, всегда помогал нам, у нас такие были теплые отношения, как говорят, и прокурор Манского района, сам продукты привозил, что ему там оттуда скажет, краевая прокуратура, там овсянка, крупы, и сам носил и сцепал нам в лари, вот как бывает, поэтому везде есть такие и такие, помолись, чтобы отстал он от нас, и сам обратился к Богу, а то он разрушит строение, которое был в лагере, потом мы передали эти строения, какие там строения, мазанки стоят на навозной куче, при том 9 соток, а вокруг земли заглонись, но явное дело, только злодейство может побуждать, разрушить, а рядом футбольное поле, волейбольное, деревенские играют, дождик, что они сразу там скрываются, мазанки стоят, маленькие, они их курятниками называли, вот уничтожить надо, все уничтожить, но Бог милостивый, пока хранит нас, а дальше видно будет, кто раньше умрет, ну на этом вот, все на сегодня. вот мы мы подсarents , вот оно, ну на сайте, я пушусь в лагере, 이젠, блогу в те categorические,